Доброго времени суток, меня зовут Август, я являюсь координатором команды Armand & Shaft Team. Данные уроки предназначены для узкого числа людей, основой работы с люкс-рендером версии 0.8. Работаем исключительно на операционной системе Linux, Debian подобный, это Ubuntu, версия 10.4.0.2 LTS. Оборудование Intel, видеокарта GeForce 310M с поддержкой CUDA, соответственно и OpenCL. Домашняя страница люкс-рендера. www.lux-render.net. Поддержка Blender 2.49B, Blender 2.57B и выше. На данный момент это Blender 2.58. На вкладке закачки предоставляется возможность выбора операционной системы, в нашем примере это Linux, 32-битные, 64-битные сборки, SSE, SSE2, OpenCL, без OpenCL. На нашей мини-Люникс ферме, это люкс-микроша, есть один компьютер с поддержкой SSE, без поддержки SSE2, стабилен, функционален, поэтому даже не задумывайтесь старичков подключить на ваши фермы. Работаем с версией Blender в данном видеоуроке 2.49B. Причина в очень удобном простеньком скрипте и многофункционально. Плюсы и минусы работы Blender 2.58 и плагина люкс-рендера 0.08 пока рассматривать не будем. Весь функционал абсолютно такой же, большой разницы в каком версии Blender вы работаете и экспортируете в люкс-рендер. Поскольку люкс-рендер сам экспортирует свой формат play и соответственно в бинарный файл, после чего обрабатывает полностью информацию. Архив программы содержит папки и подпапки дополнительные. Это два экспортера для версии 2.4 обычный скрипт, для версии 2.5 более усложненный GUI с полным функционалом. Примеры работ их тут 2 с часами и визуальная сцена с трейсингом лучей. Их можно без участия Blender 3D отрендить, экспортировать и посмотреть предварительный функционал. Тут у нас работа с люкс-консолью, клейщик файлов. Ну и при необходимости можно ознакомиться с средним файлом, изучить ссылки, благодарности и возможности. Итак, рассмотрим первостепенную вкладку System. Содержит пути до бинарного файла люкс-рендера. Вкладка выход папки содержит... Это у нас вот эта вот папочка, которая будет содержать необходимый набор клай бинарных файлов мешей, выходной вариант изображения и прочего. Настраивается обязательно, чтобы впоследствии не было разочарований. Абсолютный путь указывается обязательно. Приоритет процесса работы люкс-рендера. Минусовка означает увеличение и, соответственно, плюсовка уменьшение. Параметры и по ключей при анимации. Сброс на дефолт параметры. Привив. Это обзор материала при рейдинге. На данном примере. Гамма. Выборка цветов. Оптимизация мешей. Экспорт непосредственно. Формат для люкс-рендера. Плай. Обязательно в бидан. Количество ядер обычно определяется автоматически. На данном примере. Ту-2. Настройка сети. Настройку сети намного удобнее настраивать из гуя самого люкс-рендера. Конвертация материалов непосредственно из самого блендера. По желанию. Хотя рекомендуется и собственные через платку материалов. Соответственно, сохранение всех настроек по умолчанию. Либо сброс. Чтобы впоследствии не перенастраивать при каждом запуске. Команда ведет записи на своем блоге по люкс-рендеру. Armandeshaft Blender 3D Blogspot.com Хотя не только по люкс-рендеру. Блог с 2010 года общедоступен, но специфичен. В поисковичке есть возможность набрать выборку заметок по люкс-рендеру. Разнообразные нюансы и моменты. Итак, переходим в вкладку материалы. На мат вкладке желательно фильтровать название материала. Поскольку может возникнуть разнообразная помесь. Материала без фильтра. Это будет единообразное отображение и прочее. Загрузка, сохранение, ударение материала. Также есть возможность копировать. Создать файл LBM. Записать файл LBM. Также передать кому-то или скачать с базы данных люкс-рендера. И установить уже готовый. Вот закачка с базы данных. Либо загрузка в базу данных. Либо сброс. Особенная черта функциональности люкс-рендера. Это уже готовые настройки отображения материала. Содержит довольно хороший список. Который постоянно обновляется и дополняется. Более подробно есть возможность прочитать на люкс-рендер вики. Что необходимо делать в первую очередь. К сожалению, русскоязычной документации мало. Поскольку люкс-рендер только начинает набирать обороты. И пользуется предпочтительно среди блендерменов. Мы также делали общие заметки по материалу. Общие работы с диффузным каналом. Отражающим каналом. Передающим. С картами рельефа. Карты смещения. Альфа канал. Также а-ля Prompt. Выполнен описание материалов. По названию. Матовый материал, к примеру, рассеивается равномерно. Во всех направлениях. И следовательно выглядит шероховатой поверхностью. Также в интернете присутствует данная статья на вики. Для этого воспользуйтесь любимым поисковичком Google. Но все же хочу обратить еще раз внимание. Обязательно к прочтению люкс-рендер вики. Где вы можете ознакомиться с базовыми возможностями. С каналами. Смещение каналами бампа. И прочее. Так, переходим далее. Степень отображения зависит от мощности, конечно, вашего компьютера и прочего. Кнопка апдейта. Диффузный канал. Выбор по цвету. Выбор по RGB смещению. Возможность продуктивно ставить текстуру. Каналы отражения. Можно создать сброс канала. Перейти в Leor. И создать уже непосредственно из движка люкс-рендера. Отложение Leor к камням. То есть вот он список всех установленных материалов. Камня. Вода, газы и прозрачности. Вода. Даже вот есть для нашего брата отображение водки и прочего. Также можно шероховатости включить. Surface. Absorbium. Бамп карты. Emission. Трансформация текстуры. По смещению. Саверсия и смещение в общем. Далее для работы мы создадим текстуру светлого металла. Желательно подсветлей. Чтобы понять все тонкости и нюансы. Добавим резкости в текстуре. Уберем швы. Добавим рельефную карту. Отрисовку. Через плагин GMIC добавим рельефного света на отрисовку. Добавим немного барна. И зашлифуем цветовым плагином для GIMP. И у нас получилось весьма такое фотографичное отображение. Что нам абсолютно и нужно. К сожалению, DDS текстуры Luxe Render пока не поддерживает. Поэтому работаем по простому методу с PNG. Далее мы создадим BAMP-карту. По-русски барельеф. Хочу обратить внимание, что создаем не нормаль. Общепринятую современную. А старенькую BAMP. Уже подготовил обезьянку с текстурой. Отобразил непосредственно материал в самом блендере 3D. Сами текстуры. BAMP-карту. 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 Развертку. Естественно, в Luxe Render также материал не будет отображаться. Это лишь набросок для взаимопонимания. Переходим обратно на вкладку материал. Включаем фильтр, чтобы не путаться и все есть дополнительные материалы. Сделаем ее не метальную, а матовую. Причем специально. Добавим нашу текстурку металла. И затем добавим нашу BAMP-карту. Это хотя и упрощенная версия, ничего сложного нет. Даже можно все понять методом научного тыта. Возможность улучшить отображение рендера материала. Заводим небольшую глубину BAMP-карту. Скажем 0,500 будет достаточно. Вполне. Эти вкладки пока не используем. Смещение нам не нужно эмиссиум тоже. То есть разберка 2D по UV, как и положено. Единственное, диффузия. Диффузия тут исключительно можно светлее, можно темнее. Итак, давайте посмотрим, что у нас получается. И как будет она выглядеть непосредственно в люкс-рендер. Вот у нас будет такой материал. Без шейдера выглядит даже немного качественнее материала блендера. Можно убрать немного цвет диффузии. Скажем, пипеточкой сэмпольнуть почетче. Сделать потемнее. Вот так вот. Но, конечно, можно и посветлее. Тут уже зависит от личных нужд, от самой сцены. Хотя говорят, что люкс-рендер исключительно под интерьеры. Под каждую сцену подбирается рендер-движок. Но полностью я с этим не согласен. Работайте на том, что вы любите больше всего. Итак, постепенно переходим к функциональности света, камеры и мира. Это данный пример работы с материалом урезанный и не полный обзор. Еще раз хочу обратить внимание на посещение страницы люкс-рендера. Его вики, примеры работ со светом, камерами, текстурами и тому подобного. Настройкам камеры и света в люкс-рендере можно посвятить не одно видео. И помимо ни один час видео. Поэтому, как попугай, еще раз объясняю и требую посещения страницы вики для полнофункционального ознакомления. Итак, люкс-рендер работает с лампами, арией и с потом. В данном примере задано обычное солнце, отображение солнца. Но позиции, яркость, интенсивность и цвет, и свет отображаются не как в блендере. Люкс-рендер работает с эмиттерами. Вот они, эмиттеры. Солнечный свет, интенсивно солнечного цвета, светлей, темней, горизонт, однородный и карта окружения. Мы с вами создадим немного, как говорится, камера, глубина, фокус, мотинг-блур, смазка, как многие называют, и санскай добавим. Общее окружение. Вот географическое положение солнца. Весьма очень полезная штука, особенно на первых порах, когда возникают недоработки в свете. В свете. Скажем, 12 июня у нас. Неделя. Ну, неважно, поставим. Седьмой год. Расчет 2011. Время. 5 ламурного утра. Скажем, седьмая минута. Дистанция. И сделаем расчет. Вот он, блендер отобразил расчет солнца. Той позиции, в котором мы задали в скрипте. Как видим, поверхность освещается в свой цикл. И обезьянка приобрела уже более осветленные стороны. Также тут настраивается и вор и абсорбация от солнца. Желательно пока оставить желтоватый оттенок. Можно, конечно, убрать айрестер, добавить только айрон. Либо сделать под гелиум, либо хидроген, либо карбон-диоксид. Можно вообще сделать общий фон мира вакуумом, а-ля космос. Но это под личные нуды. Если есть ошибки в свете, можно настроить гамма и гайм материал. Гайм добавляет на общий фон текстуры более цвета. Но корректировка гамма тут, к сожалению, сделана более под Windows. Поэтому давайте общую текстуру сделаем 1.8 в стиле а-ля Linux. Текстуры мира вставляются через инфинити, соответственно, но без санкомонента. Вкладка для получения скриптом текстуры для глобальности мира. Гайм должен быть увеличен хотя бы примерно в начале на 20, потом уже, соответственно, под вашу сцену. Ибо при единице он будет очень тёмен и не будет виден при рендере. Давайте первоначально посмотрим во вкладке рендер, что у нас произойдёт и что мы уже добились. Пока не будем обсуждать общую работу с настройками рендера, используем дефолтный по рекомендации. Хотя можно, конечно, использовать директ лайкинг для быстрого рейдинга, но свет будет не всегда эффективен. Вот что у нас выходит на начальных этапах. Солнце ровно по фиксам на 5 утра. Видим тени на фейсах Меша. Следовательно, можно немного подкорректировать сей процесс. Скажем, всегда 13-14, то есть послеобеденное время осветлит нам сцену поболее. Делаем перерасчёты. Видим, уже получаем более осветлённую поверхность. Также на наш так называемый полик добавлен материал зеркал, чтобы не усугублять и не напрягать человека, который смотрит сие видео дополнительными настройками материала. Как видим, в материале зеркало ничего особого и сложного нет. Также можно добавить мап-карты и по стандарту. Единственное, фильм отображает в такой уж своеобразной цветовой гамме. Давайте посмотрим на плёночку. Вот такая вот будет а-ля плёночка. Можно без проблем добавить текстуру. Но мы пока это дело уберём, оставим чистое зеркало. Вот наши новые настройки обеденного, после обеденного солнца. Видим материал полика в зеркальном отображении. Немаломажной функцией в люкс-рендере является также дополнительное управление гайном и тамбинтик. Очень неплохие и хорошие вещи. Также световые группы разнообразные могут дополнить и улучшить вашу сцену. Но об этом также можно написать не один час видео. Поэтому, следовательно, лучше обратиться к самой документации. Хорошая, интересная вещь ещё порталы. Насколько бы мощный не был компьютер, даже это пусть мега-ферма с iCore 7 Xtreme 5 штук. Степень выполнения расчёта даже с участием GPU компьютера весьма-весьма замедлится. Поэтому в настройках существуют порталы, материал портала. Вот он, портал. Который выставляется на обычные мэши. То есть, если у нас, как видим, замкнутый дом, содержащий интерьер, сцену, то непосредственно отображение солнца через окно у нас будет усложнено. Следовательно, это займёт максимальное количество времени. Для этого устанавливаются порталы. Как видим, портал, скажем так, представим себе в уме. Это дополнительное солнце в окне, которое скоротечно рассчитывает расположение и распространение цвета на всю сцену. Давайте перейдём к стандартным настройкам рендера. В принципе, камеры и положение осветления мира мы более-менее пробежали. По каким-то дополнительным вопросам напишите на мыло, если что-то совершенно непонятно. Ну, в этом, я думаю, сомневаюсь. Многие, конечно, ругают люкс рендер за его долгие и утомительные настройки. Но, скажу вам, физически он точнее, намного и приятнее, чем его проприетарные сотоварищи по типу индиго рендера. Ну, Ефрей я в расчёт не беру, поскольку он является обычной рисовалкой, как и Блендер Интернал. Они не являются физическими неточными движками. С вашего благословения я перейду к общим заметкам русскоязычным. Также на люкс рендер Вики присутствует первостепенное натройки рендера в английском варианте с подобным описанием, с патч трейсингом, с углами и активизированным расчётом. Также желательно внимательно ознакомиться при абсолютном незнании английского воспользоваться любимым гуглом транслитом, перевести и обживать это дело. Рекомендованные настроечки, как считают разработчики, более функциональные и физически точные методы отображения, фотонные карты, путь, директ лайкинг, мегаполис с низким и высоким и двухнаправленным. наиболее важная вещь, чтобы помнить о существующих настройках, чтобы никогда не использовать крайние значения rgb более 08090201 или ниже. Но даже если вы используете 08 для бумаги, вы можете отрегулировать настройки тон-маппинг. Если у вас стекло на сцене выглянет черным внутри, во-первых, проверить нормали и попробуйте увеличить максимально глубину вашего интегратора. Если есть все еще черные области, это может быть частично внутри другой сетки или просто забаженной геометрии. Бам-карты являются относительными при создании карты рельефа. Если вы используете 50% серого, он будет нейтральным и не влияет на расчет. Помимо того, рекомендуется обратиться к расчетам метрики для более правильных по размеру моделей. Есть большие любители, которые делают мега-модели на всю сцену без расчетки метрики. Что такое метрика? Можно почитать, ознакомиться. Мы очень серьезно вглубляться не будем в полную функциональность настройки отображения рендера первоначального. Глубину сэмплы. Кстати, первостепенные можно делать по гауссу, но мы пока делаем по нитчелу. Бокс-расчет ставим пока на нитчеле. Перейдем к настройке выходных параметров. Обсуждать каждую вкладку не будем по той причине, что более функционально в гуевой оболочке самого люкс-рендера. Итак, разрешение картинки подхватывает непосредственно из самого блендера. стопроцентное отображение на дисплее, интервал обновления, Halt на данный момент если по нулям, то бесконечный рейдинг пока вы не отмените. Тонмаппинг пока пропустим по вначале Ray Hard. Автолинир, линир, поэтому пока пропускаем. Фильм осветление и манипуляции фотографичными пленками тоже есть в гуи-настройках пока опускаем. Хламбик также есть. Выход в XR файл настройки PNG TGA. В Riot Use файл, который обеспечит нам восстановку в любой момент рендера. Также через каждые в зависимости от настроек интервала отображения на дисплее рендера выпредвидится запись файл, что впоследствии может в любое время возобновить сам процесс рейдинга без повторного или рестарта рейдинга через блендер. То есть блендер грубо говоря нам уже не нужен. также пока опускаем вкладку баланс цветов отображения также присутствует в гуевской версии. Поэтому из общего плана что тут может быть основное перед стартом это конечно хальт время рейдинга бесконечное или интервальное. Соответственно и резолюция самой копейки. Итак переходим непосредственно к рейдеру нашей сцены убираем финал интерьер рекомендованной настройки классический метрополис берег на мульки и по расчеты по митчеллу. Можно конечно добавить от себя что-то но мы этого делать не будем для конкретного примера. Также мы изменили немного отображения света немного забыли что упомянуть о нов это установить локальное время ссылаясь на часы компьютера если вы затрудняетесь в предварительном расчете числа времени года и тому подобное очень очень удобно. Также был увеличен гейн в 2 чтобы более осветлить картиночку и немного доработан материаль на 2 вот здесь вот он осветленный у нас получился. Итак предварительно лучше конечно как всегда сохранить нашу сцену во избежание сегментации и вылетов блендера нажимаем рендер идет экспорт мы можем всегда остановить кнопкой пауза пересмотреть возможности какие-либо материала первеначального убедиться в настройках ну и просто-напросто отключить блендер поскольку он нам не нужен и уже соответственно соответственно функциональность настроек материала или чего-либо мы не поменяем хотя мы можем добавить усложнить модемблю свет пленки ну и многое другое сейчас мы в процессе с вами это дело рассмотрим как мы уже ранее обсуждали видим разрешение 800 на 600 колесиком управляем масштабированием самой картинки естественно интервал автоматом он поставил 8 секунд низкое разрешение всегда рендится быстрее видим тут статистику время отображения два ядра и количество сэмплов соответственно как упоминалось вики на английском языке больше 100% это уже есть good это продуктивность счета как видим вот они два ядра можно манипулировать добавляя убирая конечно если больше немаловажным является лог файл который говорит вам об ошибках и положительных моментов экспорта импорта как мы видим обратился по путям загрузки текстур произошел экспорт импорт лайвмэша для люкс рендера какие-то настройки мэша произошли расчеты гпу автофокуса два ядра подхватилась и пошел фрейм буфер расчета как ранее обсуждалась включен рисом флм вот он у нас под папочка дефолтная куда складывается все необходимые файлы для рейдинга вот он исходный выход изображения вот он непосредственно стартовый файл и файл который погует в газе формат текстуры и все мэши которые необходим для повторного старта на момент остановки вернее с момента остановки очень важно не перепутать то есть если файл не включен не включен то соответственно мы не возобновим рейдинг с того момента когда он был остановлен и так давайте наверное мы для примера отключим оболочку гуевую и попробуем это дело возобновить вот он наш люкс рендер и так лицом возобновить выбираем загрузочный и сам архив который содержит необходимые файлы идет загрузка и вот он дорогой с чего он начал и закончил с того повторно и стартовал пока поставим на паузу опять далее соответственно открыть исходники стартовые дополнительные именно стартовые они продолжающиеся пути к стартовым файлам ранее открытым сохранить это мы уже обсуждали настройки панели загрузить сохранить тоже очень удобная вещь предварительно когда вы полностью этот левый блок настроите и перенастройте под себя чтобы постоянно при рестарте его не запускать и перенастраивать всегда можно сохранить сервис ну скажем сет панели обязательно к примеру задайте расширение ини или текст иначе он потом не поймет ваших настроек и файл будет опущен дополнительно экспорт картинок по группам по свету динамические расширения хидер расширения и тому подобное соответственно выход и сохранение далее переходим простой функции сетевого рейдинга тоже достаточно много об этом написано и у нас и у вики для этого просто достаточно ввести IP адрес компьютера скажем этот компьютер локальный локальный компьютер поэтому вот адрес стартуется сервер довольно просто и однозначно вот он наш файл люкс консоль открываем терминал смотрим что у нас есть люкс консоль смотрим вывод люкс консоли версию проверить помощь вот она есть эта помощь сервер выход дебаг то есть полный функционал как и положено порты и ядро можно задать имя сервера достаточно назвать люкс консоль с флагом с вот он стартовал сервер на двух ядрах лист идет по порту 18.0.18 естественно порт можно изменить под себя под свои настройки сейчас наверное он не запутится поскольку в фаерволе закрыт данный порт 18.0.18 сейчас посмотрим нет порт добавлен вот смотрим передача команды пошла задан идентификатор унифицированный чтобы не было ошибок при большом количестве компьютеров и естественно его всегда можно остановить нажать save and exit немаловажной вещью является процесс остановки если на как видим количество прошедших сэмплов по информации время рендера этого компьютера передача файлов каждый компьютер в сети который используется для рейдинга по ферме помимо идентификатора загружает полный объем текстуры в том формате в котором получен экспортером который получен непосредственно экспортером поэтому общее число компьютеров как я понял совершенно неограничено единственный нюанс есть если у вас к примеру представьте тут 10 айпи адресов и каждый с интервалом 180 то через 180 секунд все 10 компьютеров передадут на ведущий сервер поскольку это айпи адреса серверов ведомых на ведущий через 180 секунд передадут исходные данные рейдинга какой бы воспроц мощный не был если он выдержит конечно хорошо поэтому аптайм интервала всегда лучше выставлять на секунду но разные и если помимо этого загружается от ведущих компьютеров файл с базой данных текстур меши и тому подобное для последующего рейдинга и остановки то нагрузка пойдет соответствующая по сетевому рейдингу нет ничего сложного при желании это всегда можно почитать и обсудить методы флагов данная вкладка объясняет нам рейдинг различных вариантов сцен тут тоже ничего сложного как видим то же самое постоянная лук петля время вот главное время хай дни бесконечный рейдинг а с каким-то определенным промежутком времени думаю логически все понятно даже методом научного тыка из последней версии люкс-рендера была заметка оптимизация сетевого рейдинга с версии люкс-рендер 0.8 появилась возможность импорта мэши в бернарных форматах playstyle люкс-рендер может загрузить сетки из набора бинальных playstyle или icc файлов и не больше геометрии которую он использовал традиционно это может сильно уменьшить дисковое пространство для геометрии данных и снижения экспорта сетки и времени загрузки в общем довольно хорошая вещь получилась при оптимизации вот эта новость для новой 0.8 версии так что если вы еще не обновились спешите и спешим и будете итак перейдем к панели слева тут в принципе в заключении ничего сложного нету работа с линейным цветом нелинейным максимум белого либо автолинейный цвет тут уж сугубо под личные нужды либо при неверных расчетах света когда сцена сильно затемнена или где-то вы не уверены чтобы не перевендивать 5-часовые 6-часовые обработки всегда можно добавить линейный цвет сейчас мы это дело покажем персонально но сначала хочу обратить внимание на сброс общих настроек вспомнить о сохранении настроек панели и загрузки настроек панели также стоит всегда галочка авто которая автоматически без клацания на аппле изменяет визуально данный пример если у вас происходит рейтинг всегда можно нажать на паузу и подобрать настройки для более быстрого расчета ну давайте на линейный перейдем посмотрим сейчас то есть он маппинг как видим белый экран ничего страшного в этом нету надо просто estimate вот как видим вот задан линейный обычный свет без точности физики соответственно получили картинку соответственно можем добавить отображение пленки гамму настроить и положительные и отрицательные результаты тут как видим все по массам можно добавить 16 это оказалось слишком много вот восьмой соответственно цена хорошо осветлится в принципе и по линейному цвету там все понятно константа максимум белого и соответственно автолинейный цвет по автоподбору но все же не линейный самый эффективный и прекрасный барн немного можно снизить до 5700 видим сразу отображение канала rgb red green blue и соответственно по другому можно это все записать влог для более профессиональных вещей можно добавить можно увеличить подсвечные нужды кламп метод более тоже требует глубокого обсуждения но по дефолту в принципе функционален и понятен еще раз хочу напомнить что все эти вкладки представлены в самом экспортере но в упрощенном варианте тут как видим это гуи версия более доступна и понятна вот балансирование цветов по умолчанию стоит high dtv что прекрасно тоже пал слкам ntc давайте с high dtv по умолчанию и будем работать вот цвет rgb подстройки для более тонкого вот неплохая вкладка ну давайте sunlight зададим вот видите немного синего может дневной свет дневной казалось быть подчетче можно добавить high dtv для настройки гаммы и вот он сам фильм респонс тоже делали заметку командой вот он до и после камеры разработаны с конкретными нелинейными реакциями на свет нелинейными реакциями на свет предназначен для создания приятного изображения функция предназначена для имитации этого во время тонн маппинга путем загрузки профилей различных камер наборы профиля являются встроенными в люкс рендер для начала вы можете также загрузить свои собственные то есть не обязательно пользоваться полным цифровыми вставками а использовать свои четкие но давайте попробуем акваколор висту 800 ну как видим совсем чуть чуть немного перебор вот макзум 800 и также можно для теста посмотреть что из себя представляет ну вот более-менее так как оно надо было теперь можно дополнительно подбарнить вот так до 8 места далее линз инфектора bloom глэр то есть от освещения большой отблеск как от ореола солнца и разные фильтры очень редко ими пользуемся проще дорисовать гимпы и соответственно нойсы шумы убирания добирания по каким-то определенным методам не углублялись в эти настройки проще шум убрать с помощью того же гимпа сгладить картинку хотя все под ваши профессиональные руки итак мы немного остановимся и дорейнгин сцену и дальше закончим с этой панели далее тут световые группы если они у вас существуют температурные показатели и полностью информация о рейдинге семблер какой на данный момент обрабатывается интегратор разрешение выход xr нет png flm в принципе по настройкам все конкретно понятно и ясно рейдинг выполнен в течение 34 минут без участия люкс фермы добавлен D75 дневной свет подкорректирована гамма и переход на порту 800 по выдержке как видим немного осталось нойза чтоб не тянуть время ставим так как есть здесь мы ничего не дорабатывали еще раз можно посмотреть логи в случае чего время замеси промежутки подклики если у нас и можно почитать в интернете довольно много статей о снятии нойса кто-то юзает фото кто-то гимп кто-то все что подряд в данном примере можно произвести с помощью джинника небольшой энчант скажем патчбейст вот он патч видим сглаживает картиночку нам поболее но данный метод не всегда эффективен в той причине если вам надо красивая бамп карта с хорошей например почвой или песком то картинка будет слишком сглажена применим как видим немного убралось и достаточно не видно в целом пока на данный момент это все спасибо за внимание приносим свои изведения за ляпы недочеты и урезанное качество видео по мере развития люкс рендера и блендера 3D какие-то интересные навыки нюансы будут также опять запечатлены либо запостены на блоге в качестве комментарии всего доброго а и и Продолжение следует...